дорогие друзья всем огромный привет сегодня непростое приготовление непростой день у меня сегодня день рождения мне исполнился 51 год ко мне приедут на ужин дети сестра и я испекла для них вот такой именинный торт все сняла на камеру и сейчас покажу я вам поэтапно как я это делала и еще от дочки и от дятя мне прислали доставкой вот такой прекрасный букет просто очаровательный мне очень было приятно спасибо вам дорогие дети за вот это настроение за капельку весны в конце декабря перед перед самым новым годом ну а с меня конечно угощение и вот такой торт панчо вы только-только посмотрите какое здесь разноцветье красивый такой красивая коробочка цвета фуксия розы хризантемы пионы лилии ароматный просто вот чудесный волшебный спасибо вам мои дорогие дети а теперь давайте смотреть видео вот такой простой и очень вкусный низкоуглеводный торт панчо кусочек которого можно съесть и тем кто находится на кето для коржа нам понадобится шесть крупных яиц пудра из эритрита я сделала ее сама в кофемолке здесь 5 столовых ложек эритрита полтора стакана 250 миллилитров миндальной муки и какао порошок емкость для взбивания и миксер ну а также разрыхлитель и ванилин для крема и начинки нам понадобится две баночки сметаны по 350 граммов не менее 20 процентов пудры из 5 столовых ложек эритрита у меня взбиты на кофемолке кокосовое масло ароматное грецкий орех ну и ягода разрешенная на кето у меня голубика и какао порошок в глубокую миску разбиваем 6 яиц мы их будем взбивать хорошо бы миксером миксера у меня нет я буду пытаться взбивать блендером блендером не очень хорошо может быть надо было мне глубже форму глубже емкость ну вот так как получится добавляю половину пакетика ванилина и половину пакетика разрыхлителя я продолжаю взбивать яйца и добавляю постепенно эритрит у меня 5 столовых ложек напоминаю что я его перебила в пудру в своей кофемолке эритрит плохо растворяется поэтому лучше перебивать пудрой миндальную муку хорошо было бы просеять но такого крупного сита у меня нет поэтому попытаюсь просеять ее через душ лака чтобы не было комочков в тесте муки мне понадобилось полтора стакана 250 граммовых пышное тесто густоты как манная каша даже по виду похоже на манную кашу слегка перемешиваю и разделяю на две емкости для того чтобы в одну часть теста добавить какао есть можно и выпекать и без какао но мне кажется это придаст более такой шоколадную нотку 3 чайные ложки какао взбиваю надо было просеять его конечно вроде растворяются чтобы комочков не было форму смазываю маслом у меня большая сковорода такая без ручки со съемной ручкой и и мы будем ставить в духовку и начинаю делать тесто по принципу как делали торт зебра две ложки белого теста две ложки коричневого теста шоколадного и так далее пока не закончится все тесто вот такая красота у меня получилось и все это отправляю в духовку уже разогретую на 180 градусов ставлю примерно на 30 минут а тем временем я сделаю шоколад можно было купить готовый 90 процентов но я вот делаю сама вот такой три столовые ложки кокосового масла ароматного добавляю 2 чайные ложки пудры эритрита и одну чайную ложку какао на этот раз я просеяла какао чтобы не было комочков можно добавить две чайные ложки какао смотрите по своему вкусу такой шоколадной помадкой я буду украшать готовый торт прошло 25 минут готовность коржа вот моя внучка проверяет спичкой и кож полностью готов я его вытаскиваю красивый ароматный такой шоколадно-ореховый запах исходит от коржа можно бы прям и просто вот такой к чаю есть пока корж остывает я готовлю крем две баночки сметаны 5 столовых ложек эритрита перебитые в пудру я высыпаю полностью вторую часть ванилина из пакетика все хорошенько перемешиваю взбиваю здесь даже сметаны можно и побольше смотрите как вы любите чтобы коржи были полностью промазаны вот такая сметанка ароматный ванилинчиком пахнет корж уже остыл чуть тепленький и я его нарезаю но разве не прелесть вот просто к чаю можно вот такой низкоуглеводный углеводов здесь мало на вкус очень вкусный в меру сладкий нарезаю этот корж на кубики можно было просто поломать мне кажется нарезать быстрее меньше крошек на столе и начинаю собирать торт большое блюдо я смазываю кремом снизу аккуратно выкладываю кусочки бисквита смазываю каждый слой кремом внутрь кладу грецкие орехи и ягоды голубики снова покрываю каждый слой кремом орехи ягоды и так далее пока не закончится все тесто некоторые делают просто готовый бисквит смешивают полностью со всем кремом и формируют а вот такую горку украсила я ягодами голубики грецким орехом уже половинками более красиво выглядит не поливаю сверху своим жидким шоколадом импровизированным кокосовое масло сейчас застынет и будет смотреться и по вкусу примерно как шоколад посмотрите какая красота получилась очень красиво отправлю часа на два-три в холодильник бисквиту необходимо хорошенько пропитаться сметаной муж мой тут шутя интересуется не пропитываю ли я этот торт коньяком или ему придется отдельно уже за столом непосредственно перед подачей пропитывать шоколадная помадка кстати застыла еще до того как я поставила торт в холодильник но вот четыре часа постоял он у меня в холодильнике разрезала такой торт на срезе пропитались коржи хорошо ну что ж сейчас будем пробовать этот рецепт я увидела на канале андрей соленой буду рада если кому-то он тоже пригодится и понравится всем желаю приятного чаепития и самого прекрасного настроения с вами была ирина